Степан Каширин, «Вставная челюсть Москвы». В Москве моего детства было много сереньких улиц. Сереньких, безусловно, в хорошем смысле этого слова. Это были улицы, сохранившие дух старого города. Зимой они смотрелись сказочной декорацией, а летом, особенно после дождя, дышалось легко и хотелось мечтать о чем-то прекрасном. Много мест я любил, но когда мы с папой приезжали на Калининский проспект, у меня всегда было ощущение невероятного счастья, словно я попал в другую страну. Казалось, что на этой улице сосредоточено не только светлое, но и счастливое будущее Советского Союза. Да, я описываю мое личное ощущение от проспекта. Причем всегда в моем детстве, всегда оно присутствовало. Мы доезжали до Арбатской, на Филевской линии, выходили на улицу и шли в Дом книги. Дом книги был интересным местом. Папа всегда туда ездил со мной. А потом мы шли в кафе Метелица. На втором этаже можно было поесть картофельное пюре с сосиской и зеленым горошком. Выпить стаканчик вкусного сладкого чая. Также мы ходили в кинотеатр «Октябрь», где я первый раз в жизни посмотрел фильм «Кинзадза». Когда мы с папой шли по проспекту, всегда светило солнце. И все вокруг казалось добрым и светлым. Мир был прекрасным. Хотелось строить планы на будущее. Я шел и думал о том, какую книгу буду читать завтра. И всегда радовался, что живу в самой лучшей и светлой стране, в которой много друзей, много умных, добрых и хороших людей. Радовался, что родился именно тут, в Советском Союзе, а не в какой-нибудь капиталистической стране. Поэтому, если произнести слово «счастье», то в памяти сразу всплывет много картинок из прошлого. Но одной крупной и яркой картинкой будет, конечно же, Калининский проспект. Всегда есть люди, которым нравится какое-то место в городе. И люди, которым оно не нравится. Проспект Калинина не избежал этой участи. Им также одни были довольны, а другие нет. Не секрет, что это прекрасное место некоторые называли «вставной челюстью Москвы». Используя такую грубую метафору. Лично я относился и отношусь к тем, кто эту улицу очень любит и всегда любил. Поэтому для меня это не вставная челюсть, а именно родной Калининский проспект. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...